Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сатурский сад, с вами Алена. Сегодняшний ролик о двух розах, купленных в питомнике вокруг роз, саженцы, привитые черенком. Первая героиня – роза Серафим. Роза японской селекции, селекционер Кавамото, 2013 год, чайно-гибридная. Роза. Утонченность, присущая японским розам, в полной мере присутствует и в данном произведении. Не побоюсь этих громких фраз. В полной мере. Роза очень красивая. Заявленная высота ее 90-100 см. У меня она пока около 60 см. Имеет два побега. Не очень мощная роза, но побеги с несколькими цветами. В центре цветочек, проживший на свете три дня. Конечно, это мало. Утром я подходила к нему, смотрела. Он еще был вполне живой, но буквально на глазах облетает. Возможно, это связано с молодостью розы, а возможно, с нашей экстремальной погодой. У нас жара, и два раза уже повторились сильные ливни с ветром. Поэтому вполне возможно, что нежные лепестки розы Серафим не выдерживают. Но я на нее надеюсь, я думаю, надеюсь, вернее, что она окрепнет к следующему своему цветению. И покажет в полной мере свою красоту и устойчивость. Ну, красота, конечно, и сейчас видна. Вот такая роза. Так красиво раскрывает свои некруглые, немного вытянутые бутоны. Вот так вот этот у нас ветром полощет. Очень изысканно раскрывается роза. Очень. Белая, с розоватыми кончиками на лепестках. Легкая-легкая розовинка. Роза имеет аромат. Посажена была по рекомендации питомника. Пришел тонкий прутик, закрытый корневой системой. В яму была добавлена садовая земля пополам с конской подстилкой. И замульчирована конской подстилкой. То есть роза получила все, что нужно. Розочки были привиты в феврале. И сейчас вот такой вот вполне себе кустик. Но прежде всего мне роза нравится, конечно, красотой. Несомненная красавица. Несомненная. Наутика кардес 2017 год флорибунда. Ну, это мисс обильность. Мисс обильность. Напоминаю, что саженец из питомника вокруг роз роза привитый черенком. Пришли они тоненькими прутиками ко мне. И вот таким вот образом прутики превратились во вполне очень достойные кустики. Многообещающие кустики. Такой вот побег с множеством бутонов и цветов. Цветочки небольшие. До 7 сантиметров. 6-7-5 сантиметров. Нежно-розовые. Немножко с лавандовым сиреневым отливом. Открывающие серединку. Их очень много. Аромат у розочки легчайший. Роза сильная, энергичная. Виден потенциал. Понравился мне чрезвычайно. Заявленная высота этой розы до 70 сантиметров. Ширина до 50. Ну, ширину она уже почти набрала, заявленную. А высота еще подрастет. Сейчас высота около 50 сантиметров. Побеги немного слабые. Вот мне ее пришлось подвязать. Пока не могу сказать особенность сорта или просто молодость розы. Но пока подвязана. Меня это не печалит нисколько. Подвязать розочку это совершенно не проблема. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот такая вот замечательная красавица. Я люблю пышно цветущие розы. С множеством цветов. Впрочем, как и одиночно цветущие розы тоже люблю. Вот такая вот красотка. И немного покажу. Цветочек. Это макароса. Которая в прошлом году страдала. Мучнистой росой. Она была одинока. А в этом году у нее прекрасная компания. Сиреневая, нежно-розовая. Нежно огляделась вокруг. Сиреневая и нежно-розовая. И больше нечего добавить. Вот в такой компании макароса прекрасно себя чувствует. И еще раз наутика. Красота. Красота. На этом сегодняшний обзор, дорогие друзья, я заканчиваю. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Добра и здоровья. Заглядывайте.